Доброго здоровьица! Хотя я с вами здороваюсь за счет заставки, но тем не менее, тем не менее, унизимся. Работа с вашими замечаниями, с пожеланиями, вопросами. Это самая благодарная работа, потому что вы заходите на этот канал для того, чтобы что-то получить полезное. Поэтому задаете вопрос, иногда оставляете комментарии. И вот ваши комментарии. А я отвечаю на них. Важа здоровца, на паразиты кров. И Надей Петрович, вам стало в кайф запугивать людей? Я отвечаю, нет, так как жизнь подбросила цепочку событий. Сейчас скажем, тревожные. Я сразу проснулся, думаю, о, хорошо, что это сон. Но думаю, посмотрю в соннике, что ж это означает. Ага, только раз, начал искать, и только бац, мне выскакивает заставка про Юлию Началову. Что-то такова. Ее отец дает интервью. Этот, значит, корреспондент спрашивает. И все сводится к тому, что у нее оказывается там три крупка листов. Достали одного, значит, червяка 9 метров в длину. Там еще что-то оставалось. Вот-вот-вот все вокруг этого. Значит, одни врачи плохие, они вот ничем не помогли. А вот другие бы помогли, но уже как поздно обратились. И концовка. Обращайтесь к нам. Смотрите, у нас такое-то средство от паразитов. О! Вот это, значит, запугать для того, чтобы поиметь какую-то корость. Я же вам просто сообщаю, с чем я столкнулся. Сам, что мне звонит. То есть, я как бы сказать, вот моя жизнь идет, что она подбрасывает, то только раз и сообщаю вам. Поэтому я ответил так, значит, Алексей Зимин отвечает. Кое-что можно применить, но надо такую херню несут. Просто пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Женя Силкин. Малахов Геннадий. Аналия жизненных ситуаций. Истекает СГП. Керосин эффективен. Хорошо. И я вот на вот это вот ваше высказывание, если вам что-то такое не нравится, непонятно, или вы чувствуете, что это просто-напросто, ну, вы можете, не соответствует истине, вы так и задайте вопрос, что вот так вот, вот так вот, я там считаю, что это не соответствует истине, я слышал вот так вот, или я пробовал, у меня получается вот так вот. Как бы сказать, давайте разберем вот этот вот вопросик. Потому что просто-напросто сказать, о, не все там, ахиней, где, что, как. Чтобы конкретно этот случай разобрали, потому что иногда бывает так, со своего опыта скажу, когда я впервые, это мне было лет, лет, наверное, 22-23, и я впервые услышал о раздельном питании, я так недоумевал, я тут постоянно так ем, что вы тут какую-то фигню несете. Но, почему я запомнил, закрались вот такие вот какие-то сомнения. Так, разобрали. Насчет геморроя, Лариса Румянцевая. А, хорошо. Так, паразиты кровь. Елена. Петрович, скажите, пожалуйста, у меня желчный пузырь полностью забит камнями, можно обойтись без операции. Напишите, пожалуйста, ответ. Спасибо. Я написал, талая вода, шалая вода, камни растворит без труда. Талая вода, ее примерно надо где-то будут выпивать по два стаканчика в день регулярно. Помните, талая вода там, в которой плавает лед. И вы ее в течение дня выпиваете, то есть где-то около полулитра. И она потихонечку все сделает, раздробит, приведет все в текучие такие состояния и начнет все это выводить. Со своего опыта скажу, когда я использовал талую воду, я, конечно, знаете, ну, слышал, что она растворяет, но потом я поехал на передачу там в поезде. И в поезде у меня стали в результате растворения где-то примерно после двух-трех недель применения таялой воды выходить камушки в поезде. Вот это я там натерпелся. Поэтому будьте готовы, что примерно через два-три недели у вас могут выходить вот эти камушки. Значит, вы не должны бояться, вы должны применять такие расслабляющие средства, возможно, даже посидеть в теплой ванне, когда все это начнется, и принять ножку, чтобы все это с вас вышло. То есть все это можно сделать. Ну, плюс есть еще и, посмотрите, в моей библиотеке как раз я там привожу другие мягкие чистки, которые способствуют растворению именно камушков. Ну, почитайте. Так, Елена отвечает, спасибо, Геннадий Петрович, вы серьезно это? А подробнее можно ли приготовить? Как пить? По времени? Сколько раз в день? И долго ли? Спасибо. Очень признательно за ответ. Как раз и ответил. Где-то две-три недели достаточно будет, чтобы уже что-то пошло. И как вот это вот все выходить? То есть я уже, опережая ваш вопрос, дал ответ. Оксана Чернявская, Геннадий Петрович, всю жизнь лечусь по вашим книгам, дай Бог здоровья. Вот, знаете, если человек постоянно лечится по книгам, это уже плохо. Надо, эти книги, так сказать, прошли, систему сделали, и дальше вы избавились от разного рода заболеваний, и все, вы поддерживаете себя. А вот когда человек постоянно лечится, или как он говорит, я постоянно спасаюсь каким-то рецептом, это несколько уже не то. Настойший полненько света. О! Ну, это самое простое. Айша Кадыров. Геннадий Петрович, здравствуйте. У меня такая проблема, болеют ноги. Я что только не получал. Уколы в колене. И внутри, и внутри, вот смотрите, компьютер подсовывают. И внутри венные, и мышечные. А компьютер написал, военные, и мышечные. Я, зная эту особенность, читаю потом второй раз, что я написал и правлю. Значит, и внутри венные, и мышечные, и таблетки столько выпивало, мне ничего не помогло. И вот я готова сесть на диету хотя бы на неделю. Интересно, у меня пройдут боли, хотя бы посоветуйте мне. Так, болят ноги, я не знаю, от чего они болят. Вот вы так просто сказали, что болят ноги. И опять-таки, если болят ноги, какая-то тяжесть, какие-то отеки возникают, какая-то непроходимость возникает. Попейте талую воду. То есть тут информации мало, я не могу вам толком ничего сказать. Болят ноги. От чего? Может, вы там кирпич уронили. Может, вы там слишком много ходите. Может, наоборот, вы слишком много сидите. Отеки возникают. Отеки не возникают. Я не знаю. Айша, это должно быть более, так сказать, развернуто написано. Так, Игорь Кузнецов. Здравствуйте, Петрович. Давно знаком с вашими книгами. Очень порадовался появлению канала. Желаю успехов в его развитии. Спасибо. Теперь обо мне. Несколько раз голодал по 27 дню. Результаты были хорошие. Цели достигались по всем болячкам, кроме простатита. Простатит, если гнойный, если там имеется инфекция, вот на него надо бы голод побольше. Либо применять специальные средства, такие как тыквенное масло. С простатитом лучше были в каждом голоде. Кристаллизация даже уменьшалась, но полностью вылечиться не удается. Может, стоит поговорить на эту тему подробнее. С уважением, Кузнецов, Игорь Михайлович, возраст около 60. Спасибо вам за все, что вы делаете. Знаете, что? Я вот со своего опыта, значит, что посоветую. У меня такая проблема была. Я вот ощущал, знаете, вот как будто кулак там в промежности. Особенно это было на передачах, когда я вел передачи. И вот встретил Фетисова. Он говорит, о, прекрасная вещь, это тыквенное масло. По столовой ложечке, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И он как раз воздействует именно на предстательную железу, на микробы, которые там имеются. Попробуйте. Мне очень помогло, причем быстро. Далее. Мы же все применяем курсами. Потом нам полегчало. Потом мы забыли. Потом мы забросили. И опять что-то накатывает. И я вот начал применять тройчатку. Тройчатку я уже применяю, ну, будем говорить, две недели где-то я применял тройчатку. Или неделю я применял тройчатку. Потом я уже начал применять пентагон. Потом я его модернизировал. Но это все равно, значит, тадикамп обязательно. Обязательно два раза в день. И эти все травы тоже два раза в день. Сейчас я, как раз в воскресенье, это где-то третья неделя у меня заканчивается. Я хочу модернизировать и попробовать несколько иначе принимать. Потому что организм ко всему привыкает. Так и эта ерунда привыкает. То есть поменять опять еще. Поменять там травы. Поменять там, допустим, их концентрацию, дозировку. И дело идет на лад. И намного стало лучше. Ну, я особо не жаловался на представительную железу. Но я почувствовал, что мочеполовой аппарат заработал еще лучше. Поэтому сперва простая вещь это. Тыквенное масло. Так, календарь. Про календарь. Календарь Оксана Саркисян. А ведь это действительно очень глубокая мудрость. Стоит задуматься. Да здесь не столько стоит задуматься. Это все, знаете, выверено веками. Это просто надо все применять. Это все идет, несмотря на то, что меняется общественный строй. Меняется у нас точно технический прогресс. Вроде что-то приносит. А, грубо говоря, глистовый паразитов не стало меньше. Наоборот. Народ. Народец стал хилый. И стало их еще больше. Так, Александр Зимин. Про паразитов. Где найти ту самую лавку, торгующую осветительным керосином для кирогазов? Ну, это уж у себя должны узнать. Лучше всего где-то, знаете, если поселок небольшой, типа там городского типа, сельский поселок, там еще это всем торгует. Именно вот этот керосин, я считаю, действует лучше всего. А нет, вот как раз мы недавно разговаривали на эту тему, авиационный керосин, летний, зимний не надо. Там какие-то присадки добавляют. Либо же интернет пистрит объявлениями. Тадди Кам, Тадди Кларк высылаем. Оригинальный, неоригинальный, из Молдовы, из Северного Кавказа, как угодно. Никита Иванов. Короче, don't worry, be happy. Так, что это на вид? Что больше всего влияет на здоровье и продолжить на жизнь. Так, Лиля Косова. Я тоже пила керосин, все нормально, не отравилась. Теперь использую его регулярно. Значит, осваиваем новые методики. Знаете, я что думаю, я хочу видео снять. Берется спунжик. Женщина протирает им лицо диска этот ватный. Буквально таки так вот, знаете. К нему так раз, приложили. Эту баночку с керосином, пузырек. Оп, все. Он чуточек пропитался. В этот спунжик, опа, к пятке. Сверху целлофановый пакетик. Сверху носок. И походили там хотя бы полчаса. То есть, вот такой способ. Очень интересная вещь. Очень интересная вещь. Оригинальная подача керосина. Несколько с другой стороны. Так, а можно ли сделать профилактический гемодиализ? Паразит, кровь. Да можно сделать профилактический гемодиализ. Почему бы и нет? И потом посмотреть, что там, как там. То есть, некоторые люди вот так решают. Хотят решить эту проблему. Ну, попробуйте, гемодиализ поделайте. Я как-то по-народному. Так, Галина Царева. Так, давайте. Галина Царева, 24-н Азагеннадий. Как вам не стыдно? Друг людей. Я в 90-х поверила вам. И все делала, как вы велели в книгах. Я благодаря вам загубила. Себя не верьте ему. Он потом признался, что во многом ошибался. Но то, что загубил миллионы людей, ему пофиг. И продолжает разводить людей. А что, моча уже не котируется. У вас тоже все мочой лечила. И сейчас взялась за керосин. Не верьте ему. Он делает деньги. И погубил опять миллионы. Берегитесь его. О! Видали? Какая? Конкретно, опять-таки, что вы делали? Что вы делали? Что там в книгах рекомендовалось? Рекомендовались клизмы очистительные. Это я, что ли, придумал? Нет, не я. Чистка печени рекомендовалась. Это что, я ее придумал? Не я. Но собрал воедино, как наиболее полезные вещи. Далее, раздельное питание. Это я, что ли, придумал? Не я. И, грубо говоря, урина. Прекрасно действовала урина. Она и продолжает действовать. Что тут моча сейчас не котируется? И она, просто-напросто, настолько народ реагирует на это, знаете, неадекватно, там, хи-хи-ха-ха. Поэтому, просто-напросто, вон, книга есть, делаем. Что касается керосина, керосин, я давным-давно написал эту книгу про керосин. И керосин этот применялся, фиг знает с какого времени, еще до меня. Что конкретно вы тут загубили? И что вот пишете, есть ли у вас такие какие-то данные, что миллионы людей, что я там нажил какого-то там супер-дупер состояния. Ну, значит, никакой конкретики нету, лишь бы вот так вот ляпнуть. Поэтому конкретно, что вы там делали, если хотите, чтобы вы разобрались. И что у вас получилось, что у вас не получилось, и почему вот такое вот. И далее, значит, я не говорю, чтобы вы мне верили, а обращали к своему собственному разуму. Вот в чем дело. И тогда конкретно поговорим. А так это оставлю пока. Так. Геннадий Петрович, вы только зимой голодаете. В видео написано, что феврале. Это было давнешнее видео, несколько лет назад. Голодаю я по обстоятельствам. Вот, допустим, если служатся такие обстоятельства, что как-то я почувствую, что поголодать надо. Я поголодаю. То есть я регулярно перестал голодать. И поддержу это тем, чем надо закреплять голод после того, как он проведет. Если периоды между голоданиями ведутся как попало, толку от голоданий, понимаете, особо нет. Ну вот так вот я ответил на ваши вопросы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!